Репетиторы иностранных языков стали неотъемлемой частью учебного процесса. И очень часто случается так, что ребенок занимается с репетитором, вроде бы отметки выравниваются, возможно, даже идут вверх. Вот только репетитор уходит, уходит и успех. Какая же причина? Неправильный подход. Какой? Сейчас разберемся. Вы на канале «Поиски по полочкам» и с вами онлайн-преподаватель поискового языка Варамышина Татьяна. Неправильный подход заключается в том, что цель родителей – это отметки, а не знание о голове. Ну куда же потом с этими отметками, если ребенок ничего не может сказать сам? Если ориентироваться только на выполнение домашнего задания, то получается, что вы платите репетитору, чтобы он делал домашние задания за вашего ребенка. Репетитор-то уже выучил язык, но вы даете ему за это еще деньги. А ребенок ленится, он уже просто ждет тетю или дядю, которые придут и сделают за него домашнее задание. Это одна из причин, почему я очень быстро перескочила на занятия с возрастной группой 14+. Потому что иногда приходилось даже на занятиях учить ребенком слова. Да, бывают сложные, там нужно объяснить, сделать какую-то ассоциацию, чтобы ребенок запомнил его. Но большинство слов ребенок может выучить самостоятельно, просто умея правильно читать транскрипцию. Или можно сделать ему подсказки, транскрипцию на украинском и русском языке. Он может сделать это бесплатно, самостоятельно, дома сам, а родители просто проверить его. Так как эти все вопросы с домашними заданиями просто пожирали время на уроки, детки очень медленно пишут. Они пока перепишут, уже 10 минут пройдет. Но это же можно тоже сделать дома. Но так как мы ориентируемся на домашнее задание, мы делаем все идеально, чтобы быть полностью готовыми к уроку. Получается, что и результат мне очень-то радует. Как такой ситуации избежать? Лучше всего, чтобы репетитор шел с вашим ребенком по индивидуальной программе. Возьмите топовый учебник иностранного издания, который подходит по возрасту и по уровню знаний для вашего ребенка. И пусть репетитор идет с ним от корки до корки. Пройдет хотя бы уровень А1 и А2. И дальше ребенок уже самостоятельно сможет делать домашнее задание. А репетитор только сможет быстренько просмотреть, все ли верно. И где-то что-то там поправить или объяснить еще раз материал. Это лучший, более экономный, более мудрый вариант обучения иностранного языка. Если вам все же очень важны домашние задания, тогда можно сделать так. 15 минут репетитор работает с домашним заданием, очень быстренько прописывает, что там надо. Объясняет ребенку, как отвечать, когда его будут спрашивать. Дает ребенку задание что-то переписать, выучить какие-то слова. Родитель потом позже вечером это все проверяет. А остальные 45 минут вы обязательно идете по инт-программе, то есть индивидуальной программе. И не забывайте, учебник должен быть от иностранного издания. Еще очень важный фактор – каникулы. Это время очень пагубно влияет на изучение иностранного языка, потому что каждый день, когда мы учим язык, мы идем шаг вперед. Два дня мы пропускаем, мы делаем четыре шага назад. А летние каникулы, зимние каникулы, карантин – это отличнейшее время подогнать иностранный язык. Если сейчас вы начнете с ребенком заниматься индивидуально, вы уже к сентябрю сможете сформировать некоторые и словарные запасы, и грамматику, и ребенку уже будет легче в школе. А потом и интерес появится, и будет успеем. Можно перейти на систему, когда репетитор приходит и просто проверяет очень быстренько, корректирует домашние задания, но не делает их вместо ваших деток. Если вы хотите платить деньги за образование своих детей, а не за дополнительное образование вашего репетитора, то это очень правильный, мудрый, эффективный и практичный подход. Подумайте о нем.